Открывая пресс-конференцию, министр энергетики Московской области Леонид Ниганов отметил достижение Мособлгаза в развитии сервисов удаленного обслуживания клиентов, упрощении процедур технологического присоединения к сетям и в конечном счете увеличении общей инвестиционной привлекательности региона. Эти изменения в том числе оценены у нас и независимыми экспертами. То есть, надо сказать, что большую работу по оценке инвестиционного климата на территории Российской Федерации проводят с 11 стратегических инициатив. И ту работу, которая нами совместно была проделана, они высоко оценили. Однако в свете последних событий на первый план сегодня выходят вопросы безопасности потребителей газа. И именно с этой темы свое выступление начал генеральный директор Мособлгаза, депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. Два случая подряд произошло в ЦФО за последние две недели. Это Рязань, Иваново. Значит, страшная беда, которая связана с газом. И, безусловно, на сегодняшний день вопросы на безопасности выходят у нас. Они всегда были и есть на первом плане. А сегодня предана особая острота. Сам по себе магистральный, то есть сетевой газ безопасен. К трагедии в подавляющем большинстве случаев приводят либо газ баллонный, либо незаконные врезки в газопроводы. Нередко причиной аварии становится и старое бытовое газовое оборудование. Меры для недопущения подобных происшествий в Подмосковье уже приняты. Мособлгаз издал особый приказ по проведению дополнительных проверок и по проведению дополнительной работы в части повышения уровня технической безопасности. Конечно, у нас основная часть проблем, связанных с безопасностью, лежит в плоскости многоквартирных домов. Особенно это касается ветхого жилого фонда. В ходе обсуждения вопросов, связанных с услугами, которые подмосковные газовики предоставляют предпринимателям, речь шла об упрощении процедуры технологического присоединения и персональном менеджменте, проведение регулярных тематических семинаров, реализации губернаторской программы газификации, проблемах малого и среднего бизнеса. Все субъекты малого и среднего бизнеса, их на сегодняшний день более чем 1300 активных, которые находятся в фазе техприсоединения, они у нас все... ведется реестр и в режиме онлайн каждый из заявителей, каждый из абонентов видит, в какой степени находится его подключение. В ходе встречи участники пресс-конференции ответили на многочисленные вопросы журналистов, связанные с безопасностью и путями дальнейшего развития газовой отрасли Подмосковья. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.